Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» сегодня отвечаем на один очень актуальный, очень важный вопрос. «Мне кажется, что многие современные, по-настоящему мыслящие христиане отворачиваются от церкви потому, что в церкви нет места для серьезного глубокого диалога». Интересный вопрос, дорогие друзья. В наше время, оговорюсь, не в 100% случаев, разумеется, не всегда, но в подавляющем большинстве случаев, что можно даже говорить о некоторой печальной статистике, когда мы слышим такой вопрос или подобный вопрос, или даже упрек или претензия в адрес современной церкви, что мыслящие люди отворачиваются от церкви потому, что здесь нет диалога. Чаще всего такой вопрос, чаще всего, как раз происходит от тех людей, которые с легкостью готовы интерпретировать Священное Писание на свой лад, брать отсюда только то, что им удобно. Иной раз от таких людей вы можете услышать такие слова. «Я могу сам написать Новый Евангелий, который будет более понятен современным людям». Такие люди могут безжалостно разрушать церковную традицию. Они могут смеяться, глумиться над святыней. Они могут с легкостью оскорблять религиозные чувства других людей и даже просто человеческие чувства. Они не гнушаются ничем и оправдывают это тем, что они мыслящие люди. Причем, обратите внимание, это делают люди действительно образованные. Это не то, что люди, которые лишены рассудка, поэтому у них, наверное, есть какие-то смягчающие обстоятельства. Это делается сознательно. Не спровергается, демонтируется христианская вера. Весь двухтысячелетний опыт Святой Церкви, очень обширный, богатый пласт монашеской духовной традиции, все это высмеивается, считается, что все это вымыслы закомплексованных людей. Насмешка над верой и разрушение традиций. И все это делается под таким соусом, что я мыслящий человек. Как бы такое алиби. Я мыслящий человек, поэтому я не имею права так поступить. Я могу оскорбить вашу веру, могу оскорбить все то, что для вас дорого и свято. Почему? Потому что я мыслящий человек. Такие люди иногда говорят, что мы выросли из акафистов, поклонов, соблюдения постов, чтения правила перед причащением. Мы мыслящие люди, мы думающие. Поэтому мы можем себе это позволить. И другая категория людей, которые также считают себя мыслящими людьми, и они призывают нас, верующих людей, которые стремимся делать то, что приближает к Богу, которые свято бережем традиции, которые благоговерно относимся к священному писанию и к преданию Святой Церкви, для которых понятие святость – это действительно святость. Те люди, которые серьезно относятся к своей духовной жизни. Нас призывают вступать в диалог с такими людьми и упрекают в том, что якобы в Церкви нет диалога. Но на самом деле категория таких людей – это в основном зрители. Их интересует просто зрелище. Диалог ради самого диалога – бессмысленные цели. Какой на самом деле является самый главный критерий правильного, взаимно полезного диалога? Правильный, взаимополезный диалог – это когда двое или более участников диалога стремятся найти истину. То есть, когда есть внутреннее искреннее желание искать истину. Когда мы ищем истину – двое или трое собеседников. Это, пожалуй, первое, самое главное условие правильного и взаимополезного диалога. Второе очень важное условие диалога – это когда мы ссылаемся на авторитет. Когда для нас есть авторитет – это в первую очередь Слово Божие. Слово самого Бога Творца. Священное Писание, Священное Предание Церкви. Когда мы свои взгляды, свои соображения, предположения, свои точки зрения сверяем со Священным Писанием. А как говорит Слово Божие? Правильно ли я это понимаю? Ну и третье, наверное, важнейшее условие правильного, взаимополезного диалога – это когда мы не опускаемся до личности. Когда мы не оскорбляем собеседника, не оскорбляем своего оппонента, даже если мы внутренне не согласны с его точкой зрения. Вот, как мне кажется, три основных составляющих правильного взаимополезного диалога. И такой диалог, дорогие друзья, хочется обратить ваше внимание, в церкви был всегда, с древности по сей день. И до сих пор, несмотря на то, что многим людям, которые стремятся где-то… Вообще люди привыкли современной к какому-нибудь шоу, к какому-то противостоянию, политики или какие-нибудь эксперты, говорят между собой, и мы привыкаем смотреть, и одни говорят, вот этот прав, другой говорят, нет, вот этот был более блестящий, этот был более точен, или этот был не совсем точен. Люди привыкли к зрелищам и хотят, чтобы в церкви было такое же, нечто подобное, просто зрелище. Диалог ради самого диалога бессмыслной и цели. И если нас призывают, и вроде бы упрекают, что в церкви нет диалога, призывают опускаться до уровня простых вот этих вот бессмысленных, бессмыслной и цели диалогов объяснять очевидные вещи о том, что Слово Божие – это Слово Божие, о том, что предание церкви священно, о том, что все, что создано до нас, за что умирали мученики, над чем трудились святители и великие богословы церкви, что созидали своим духовным опытом преподобные отцы все то, что это дорого и свято, что это от опыта, это сокровище нам, нам оставлено, доказывать такие очевидные вещи тому человеку, который все это с легкостью не распровергает, глумится, смеется и делает это оправдывая тем, что я мыслящий человек, я якобы имею право так поступать. Нужен ли такой диалог в церкви, дорогие друзья? Мне кажется, такой диалог не нужен. А как вы думаете? Сделайте сами вывод из сегодняшнего размышления. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok